Добрый вечер, уважаемые гости и жители города Гал, а также Галского района. С вами я, Эрик Микайя, и коротко о событиях недели. 21 сентября исполняющий обязанности главы администрации Галского района Константин Пилия провел очередное рабочее совещание. Руководители отделов администрации и структурных подразделений отчитались о проделанной работе за неделю. Первый заместитель главы района Сурам Джинджолия сообщил, что в селе Аберкыт все население предупреждено о невозможности проведения массовых мероприятий на его территории, а также о ходе регулярного контроля за выполнением предписания контактным лицам, которые находятся на самоизоляции. Заведующий районного отделения образования Габелия Екатерина проинформировал о том, что у всего педагогического состава средней школы села Аберкыт был произведен забор биоматериала, результаты которого ожидаются в ближайшее время. Исходя из полученных результатов, будут определены дальнейшие действия. В остальных учебных заведениях Галского района ситуация стабильная. Главный врач ЦРБ Гамги Астамур отметил, что у пациентов, находящихся на самоизоляции, клинические симптомы не наблюдаются. Медицинский персонал центральной районной больницы города Гал регулярно проводит их осмотр и наблюдение. Главный очаг в Галском районе локализован. Глава администрации Пилия Константин сообщил, что на сегодняшний день ситуация в районе некритичная и очень важно удержать то же положение. По окончанию совещания Пилия Константин предложил провести первое заседание комиссии по празднованию Дня Победы и Независимости и представить предварительный план мероприятия. По инициативе исполняющего обязанности главы Галского района у входа в администрацию на центральном рынке был открыт ящик доверия. Все желающие теперь имеют возможность отправлять письма с предложениями, которые будут отправляться на рабочий стол главе администрации. Финалист конкурса «Гордость Абхазии» Убирия Вахтанг принят стажером-помощником главы Галского района Константина Пилия по вопросу интеграции галской молодежи с молодежи всех регионов Абхазии. Убирия будет координировать следующие направления – организация встречи семинаров, направленных на интеграцию молодежи, содействие в развитии развлекательной и творческой составляющей жизни галской молодежи, а также создание инновационного молодежного центра в Галском районе. За последнее десятилетие основным экономическим составляющим и главным доходом источника на жизнь для жителей Галского района является разделывание и реализация орехов фундука. Какова цена ореха на рынке, разбиралась наш корреспондент Илона Микава. Орех фундук, а точнее его цена – вопрос, который интересует многих горожан и жителей сёл Галского района. В этом году население понесло немалые затраты, чтобы обработать свои ореховые насаждения против разнообразных вредителей и болезней. И если цена ореха не окупит все затраты, то люди понесут убытки, и сезон окажется проваленным. По словам закупщиков ореха фундука, стоимость ореха зависит от его качества. За одно ядро ореха закупщики дают 10 рублей. В основном на сегодняшний день цена неочищенного фундука варьируется от 50 до 100 рублей за килограмм, а цена очищенного – 300 рублей. Принимаем одно сердце на 10 рублей. Значит, например, пять сердцев вышел на 50 рублей покупаем, потом ломаем и продаем на 300 рублей. Сколько орехов вы ломаете, чтобы цену узнать? Иногда 10, иногда 50, иногда 100 тоже. Урожай в этом году качественный? Не очень. А куда дальше орех транспортируется? В России. Закупщики ореха отмечают, что в этом году урожайность ореха везде разная. Качество зависит от того, насколько ухоженные были плантации и как часто они обрабатывались противогрибковыми лекарствами. Лучший по качеству орех, по мнению закупщиков, получился в селах нижней зоны. Орехи верхней зоны немного слабее по качеству. Орехи принимаем, ломаем, где-то 10, если 7 штук, 70 рублей, если 8, 80 рублей, если 9, 90 рублей. Получается, что одна штука действует? Да, типа того, да. В этом году качественный орех? Да, в этом году, это вот оба, печёры там качественные, остальные не так, где-то 60% плохие орехи. Осенью сбор ореха фундука подходит к концу. Остаётся надеяться, что все затраты окупятся и жители нашего района не окажутся в бедственном положении. Что очень плохо скажется на всём районе в целом. Ведь сезон ореха фундука должен улучшать финансовое положение. Или хотя бы стабилизировать, а не наоборот ухудшать. Илона Микава, Ника Гачава, Галтв. Оперативная сводка от РОВД Галского района. По сообщению исполняющего обязанности начальника ОВД по Галскому району Лоренцо Кагони, с 21 по 22 сентября происшествие уголовного характера ОВД не зарегистрировано. На стационарном посту ГАИ «Канал» и в зоне ответственности поста сотрудниками ОГАИ ОВД по Галскому району было выявлено и составлено 5 административных протоколов нарушения ПДД, один из которых является управление автотранспортом в нетрезвом состоянии. С 22 по 23 сентября происшествие уголовного характера также ОВД по Галскому району не зарегистрировано. На стационарном посту ГАИ «Канал» и в зоне ответственности поста сотрудниками ОГАИ ОВД по Галскому району были выявлены и составлены 4 административных протоколов нарушения ПДД. В четверг, 24 сентября, в администрации Галского района прошла встреча заместителей главы района Игоря Авитсба и Беслана Эмурхба с президентом федерации карате Кё Кусинкай Питалием Читанава и старшим тренером-мастером спорта федерации Зурабом Мурадяном. На встрече присутствовали помощники главы района Эрик Микая и руководители спорткомитета при администрации Зураб Кикновелидзе. Представители федерации высказали давнее желание об открытии секции карате Кикусинкай в городе Гал. Игорь Авитсба сообщил, что администрация со своей стороны будет оказывать посильную поддержку новому направлению в районе. Беслана Эмурхба, в свою очередь, отметил готовность в ближайшие дни приступить к более детальной разработке данного направления. Оздоровительная пропаганда для молодежи в Галском районе является одним из приоритетных направлений, подчеркнул Беслан Эмурхба. В свою очередь, Зураб Кикновелидзе поблагодарил представителей федерации в заинтересованности открытия новой спортивной секции в городе Гал и выразил надежду в то, что уровень интереса к альтернативе в спорте и развлечения со стороны населения обещает быть высоким. С пятницы, 18 по понедельник, 21 сентября, комиссия по делам несовершеннолетних в новом составе посетила село Галского района с целью оказания гуманитарной помощи, которая на данном этапе осуществляется за счет средств, собранных самими членами новой комиссии. Новый председатель комиссии Беслан Эмурхба посетил каждую семью, чьи дети оказались под надзором комиссии. Эмурхба объяснил на встрече, что члены данной комиссии максимально заинтересованы в тесном взаимодействии с родителями и детьми и по мере возможности продолжать оказывать продовольственную поддержку, хотя это, по его словам, в прямые функции возглавляемой им комиссии не входит. Исполнительный секретарь комиссии Т.А. Аршба разъяснила принцип сегодняшней акции. Ранее нам удавалось осуществлять продовольственную помощь, выходя за рамки полномочий и возможностей КДН, то есть помогать и тем, кто не входит в список утвержденной комиссии. Однако, учитывая экономическое положение в регионе и в стране в целом, мы вынуждены ограничиться помощью семей, внесенных в приоритетный список, то есть дети, которые находятся под нашим надзором. На этом пока все. С вами был я, Эрик Микае. До встречи в следующий четверг. Редактор субтитров А.Семкин